Меня зовут Пао Синпин. Я учу русский язык, потому что хочу знать русскую культуру. Жителей Азии по-прежнему привлекает русская культура. Из года в год алтайские вузы продолжают принимать студентов из Китая. Однако и восточная культура становится для россиян с каждым годом все интереснее. Елизавета – студентка лингвистического института, учится на кафедре немецкого и английского языка. В какой-то момент девушка поняла, что европейских языков для успешной карьеры переводчика недостаточно. Решила освоить китайский. Китайский – это очень сложный язык. Он вообще не похож ни на английский, ни на немецкий. Это другая группа языков. И очень много усилий нужно приложить для того, чтобы запомнить иероглифы, как правильно они читаются, что ты должен, как это все говорить. Сложный язык, сложно дается, поэтому я, наверное, на втором курсе сначала сдалась, а теперь заново это начинаю. Но очень интересно. Анастасия изучает несколько языков – китайский, английский и корейский. Несмотря на стереотипы, сложнее всего ей дается европейский. Упор делает на корейский язык повлияло желание жить в другой культуре. Я хочу жить в Корее и в целом хочу вести более открытую жизнь без языкового барьера, испытывать больше эмоций, больше знаний. Менталитет, я думаю, как будто я нашла то, что я искала в жизни именно в этой истории, в культуре. По словам преподавателя Анастасии, дело не только в привлекательной культуре Востока, но еще и в перспективах, и больше всего их открывает японский. Китайский скорее несколько притормозился, но не потому, что он не востребованный, а просто потому, что уровень оплаты человека, который приезжает из России в Китай, минимальный среди вот этих трех стран – Японии, Кореи и Китая. Если в Японии он доводит до 400 тысяч рублей в переводе на наши деньги, то в Китае, увы, еле дотягивает до 100 тысяч. Поэтому, соответственно, язык несколько потерял популярность. Однако достичь хорошего уровня знания японского – дело сложное. Для того, чтобы выучить язык, онлайн методы не подойдут. Может быть, это в какой-то степени сработает для английского и других более-менее простых, распространенных языков европейских, а для восточных – не сработает. Здесь учитель должен четко контролировать процесс до самого последнего мгновения. Да, нужно по глазам определять, понял ученик или не понял. Виктория тоже связала свою жизнь с изучением языков. Первым освоила английский, училась в языковой школе, потом в педагогическом лице, и после чего поступила на лингвиста. Благодаря программе по обмену студентами попала в Штаты. Там девушка вышла замуж, перевелась в местный университет. Пробовала изучать китайский, но не сложилось. А два года назад серьезно взялась за японский. Японский я начала изучать, потому что мне интересна вообще вся бизнес-культура. В Японии мне интересна культура в принципе. И я поеду в сентябре, получается, в сентябре этого года я поеду в Японию на программу по обмену. Все же самым массовым на сегодняшний день остается английский. А вот на другие европейские языки спрос продолжает падать. Все меньше запросов на изучение испанского, итальянского, португальского, французского и немецкого. И такая тенденция сказывается прежде всего на высших учебных учреждениях. Заведующая кафедры французского языка не скрывает – язык переживает кризис. Мы набирали по три группы студентов, изучавших французский язык как первый иностранный. И мы брали студентов, абитуриентов, которые приходили из школ уже со знанием французского языка. Сейчас мы набираем две группы. То есть одну бюджетную группу, одну внебюджетную. И это студенты, которые изучают не только французский язык. Мы берем и с ЕГЭ по английскому языку. Непростая ситуация сложилась и в области немецкого. Прежде всего это связано с отменой обязательного изучения этого языка в части школ. С этого года уже по стандарту нет второго иностранного языка. Поэтому, к сожалению, количество изучающих немецкий язык в школе будет сокращаться. Директор лингвистического института считает, что такие изменения объяснимы. И поворот на восток для многих шанс изменить свою жизнь к лучшему. Мир расширился, глобальная деревня стала гораздо больше. И все хотят работать интересно. Это значит новые, прогрессивные какие-то, совершенно небывалые раньше, может быть, формы организации бизнеса, экономические предприятия в экономике различные требуют специалистов. Поэтому люди идут. Однако остро встает вопрос с кадрами. Все больше выпускников лингвистов отказываются от профессии педагога, отдавая предпочтение более оплачиваемым сферам на азиатском рынке.